МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Карагандинской области приступили к реальному внедрению инновационных технологий на производствах. В Техническом университете прошло первое заседание областного научного совета под председательством главы региона Ерлана Кушанова. В одном из колледжей Карагандинской области с выпускников за диплом собирали по 15 тысяч тенге. В департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции обсудили борьбу с денежными поборами в учебных заведениях. Проводить все мусульманские обряды по единому образцу. Такова главная задача книги «Джаназа и похоронные обряды», изданная Духовным управлением мусульман Казахстана. В Карагандинской области внедрят 7 проектов, представленных на Экспо-2017. О сближении науки и производства шла речь на первом заседании Совета по науке, инновациям и новым технологиям, которое прошло под председательством Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Глава региона Ерлан Кушанов отметил, что Карагандинская область обладает мощным научным и производственным потенциалом. Поэтому где как не здесь успешно реализовывать форсированную индустриализацию страны, основанную на тесном сотрудничестве науки и производства. Не так давно был создан областной Совет по науке, инновациям и новым технологиям. В состав Совета вошли ученые, руководители вузов, руководители крупных промышленных предприятий. Этот орган должен стать площадкой для сотрудничества науки, образования, бизнеса и государства. Когда мы говорим о поставленной главой государства задачах о третьей модернизации нашей страны, это невозможно без... Мы должны понимать, что только это мы можем решать, сообщав все вместе. На прошедшей в Астане международной выставке «Экспо» от Карагандинского технического университета было представлено три проекта. Гидродинамический нагреватель воды, радиаторы с отрицательным давлением, а также аппарат защиты от токов утечки для экскаваторов и буровых установок. Разработчик последнего – заведующий кафедрой КарГТУ Иосиф Брейдо. Мы освоили уже серийное производство, изготовили более 600 аппаратов, которые работают, я думаю, на всех угольных разрезах и открытых разработках в Казахстане. Разработка гидродинамических нагревателей воды тоже опытные образцы уже испытывали, в том числе в Доме правительства в Астане, уже несколько лет работает. И ведутся дальше работы по развитию этого направления. Радиатор – это сейчас стадия опытных образцов, и дальше будем продвигать его в промышленности. И это не единственные проекты, разработанные каргандинскими учеными. На Совете не только представляли научные разработки, но также обсуждали коммерческую составляющую от внедрения инноваций. По итогам первого заседания Акимобласти распорядился собрать и систематизировать все предложения. Уже через три месяца должны быть первые результаты совместной работы. Конкретно вот сегодня, то, что говорили, много предложений, есть много разработок, инновационных проектов. Все это вы должны собрать производственников. Там уже не обязательно первые руководители, уже те люди, которые конкретно занимаются. Они, вот Бахтяр Андрахманович, Кимал Ишакович, господин Басимов Владимир Ильич, направляют у людей. И с учеными вместе должны конкретно работать. Все проекты были представлены в павильоне Нур-Алем в сфере зеленой энергетики. Три из них уже реализованы в нашем регионе. Запущена биогазовая установка в поселке Дубовка. Введена в эксплуатацию мини-ГЭС на Интумакском водохранилище. Третий проект – инновационная система газоочистки. Еще два проекта находятся на стадии реализации. Солнечная электростанция в Саране и экологически чистые гидродинамические нагреватели жидких сред. В ближайшее время планируется утвердить дорожные карты по внедрению проектов на промышленных и коммунальных производствах области. Андрей Тен, Толиген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области борются не только с коррупцией, но и с кумовством. Карьерный рост на государственной службе возможен и без протектората вышестоящих родственников и знакомых. Такое заявление было сделано на заседании Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции. В заседании также приняли участие руководители профессиональных колледжей. Большинство молодых чиновников – это некомпетентные молодые люди, попавшие на государственную службу лишь благодаря родственным связям. У рядовых горожан складывается мнение, что только на профессиональных качествах и работоспособности карьеру на госслужбе не сделать. В Департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции заявляют, что это не так. По заслугам сейчас у нас рост среди государственных случаев составляет 66,6%. В прошлом году это было примерно 58%. То есть небольшой, но в любом случае рост есть. И наша основная задача, в том числе задача нашего департамента госслужб противодействия коррупции – убедить в этом каждого молодого госслужащего, в том числе любого госслужащего, и не только молодого, что рост возможно, если он будет образованный, целестремленный, умеющий работать и так далее. В заседании департамента приняли участие руководители учебных заведений. И это не случайно. Искоренение коррупции в учебных заведениях – это важный шаг, поскольку именно здесь зачастую студенты впервые воочию знакомятся с взятками и денежными поборами. Был приведен конкретный пример. Студент одного из колледжей опубликовал в социальных сетях пост о том, что за выдачу диплома с каждого выпускника требуют по 15 тысяч деньги. Я сейчас не буду называть название этих учебных заведений, не буду. Студент пояснил сотрудникам нашего департамента, что без денег дипломы не отдают. Вроде бы студент сам пытался получить свой диплом самостоятельно, но ему не отдали. И ему пришлось писать вот такой пост уже в Инстаграме. И пояснил, что без денег дипломы не отдают. И после нашего вмешательства студент получил диплом. Однако по той причине, что студент отказался зафиксировать требования денег на видеокамеру, наказать виновных не удалось. В мае нынешнего года все директора колледжа подписали антикоррупционную хартию в рамках республиканской акции с громким названием «В будущее без взяток вместе». Однако последний анализ показывает, что изменения идут медленно. Педагогов призвали серьезно взяться за борьбу не только с коррупцией, но и с кумовством. В каждом колледже департамент намерен разместить информационные стенды, на которых будет размещена информация работники департамента, ответственного за антикоррупционную деятельность конкретного учебного заведения. Карагандинское этнокультурное объединение «Литуаника» открыло литовский двор. Здесь посетители смогут побывать в художественной галерее, отведать национальную кухню, но самое главное – познакомиться с культурой Литвы. Помимо национально-культурного центра в общем доме дружбы, у карагандинских литовцев есть и собственный дом. Он положил начало уникальному месту – единственный в Казахстане экоэтнической деревни – литовский двор. На выезде из города на трассе Караганда-Астана за зелеными посадками прячется целый поселок, состоящий из деревянных домов. Литовский двор построен в этническом стиле с соблюдением народных традиций. Организаторы признались, что открывая его, они преследовали не только коммерческие цели. Регулярными станут различные мероприятия для воспитанников детских домов, школьников и студентов. Меценатство, оно дает нам такую возможность работать в рамках Ассамблеи народа Казахстана, в рамках программы «Жан-Дури Шан-Ру». То есть, как бы, это развитие дает нам и пример другим бизнесменам работать в таком направлении. То есть, не все складывается только деньгами и бизнесом. Все это построено на деньги литовского бизнесмена и мецената Витаутаса Варисимявичуса. Он особенно подчеркивает, что все дома выстроены из экологически чистой древесины. Они снабжены электричеством, которое вырабатывается ветряными установками и солнечными батареями. Смысл этого всего – это передача знаний тех, которые у нас применяются в Европе и здесь. Вот здесь, например, вы стоите на глиняном полу, с глиной сделанной. А вот стены глиной покрыты. Дом там второй строится тоже по старинным технологиям. Дерево посередине, дерево, дерево и глина, соломы. Вот это все старое, все давно забытое. Мы возвращаем и стоимость строения – это в разы. В разы и теплое, хорошее строение, в разы дешевле, чем современными всякими там. Только лишь на зданиях бизнесмен решил не останавливаться. В будущем здесь появится искусственное озеро, а территория будет превращена в место для семейного отдыха. Здесь разместится гостиница и детская площадка. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. Продолжаем выпуск. Признаком настоящего верующего является скромность. Об этом шла речь в областной мечети Анет Баба. Поводом для проведения семинара стала книга «Джаназа и похоронные обряды», изданные Духовным управлением мусульман Казахстана. В ней описываются правила проведения похоронных обрядов. По инициативе представительства Духовного управления мусульман Казахстана по Карагандинской области в областной мечети Анет Баба состоялась презентация книги «Джаназа и похоронные обряды», подготовленной Советом улемов Духовного управления мусульман Казахстана. В обсуждении книги приняли участие имамы городов и райцентров, служащие городских мечетей. Участники семинара отметили, что в книге даны конкретные рекомендации по улучшению церемоний похорон и обряда погребения с учетом шариата. Все выступающие единодушно поддержали рекомендации по возведению скромных памятников, введению общих требований к мусульманским кладбищам, а также единых стандартов к проведению религиозных церемоний. В каждом регионе Казахстана имеются свои природные особенности. Иногда невозможно быстро приготовить могилу. Где-то землю можно раскопать за 15 минут, а где-то нужна специальная техника. Только эти причины могут быть оправданы для того, чтобы задержать похороны. Работа над данной книгой продолжалась в течение трех лет. В нее собраны все сведения, касающиеся церемоний похорон. Всесторонне рассмотрены такие вопросы, как джаназа, подготовка ахудая аз, раздача садаха. Основной целью выпуска книги является введение единых стандартов по проведению похоронных обрядов, избавление от расточительства, а также обрядов, противоречащих шариату. Всего в наш регион поступило 11 тысяч экземпляров. 140 книг были розданы имамам сельских и городских мечетей. Гульнур Жакен, Андрей Тент, Ульген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 80-летний юбилей отметила школа имени Алимхана Ермекова в поселке Агадырь. Свой праздник учителя и школьники отметили в День учителя в минувшее воскресенье. Ровно 80 лет назад в далеком 1937 году в поселке Агадырь открылась школа. Сегодня это общеобразовательная средняя школа номер 131 имени Алимхана Ермекова. Главное торжественное мероприятие, посвященное юбилею, здесь решили провести, совместив с главным праздником всех педагогов – Днем учителя. Перед тем, как начать праздник, гостям устроили небольшую экскурсию. Они побывали в классных кабинетах и в музеи. Стоит сказать, что гости необычные. Это не просто люди, занимающие высокие посты. В первую очередь, они выпускники этой школы. Среди них начальник областного департамента внутренних дел Мергенбай Жаппаров. Я и мои одноклассники окончили эту школу в 1977 году. Но на всю жизнь останутся самые светлые воспоминания о школе, об учителях, которые дали нам путевку в жизнь. За 80 лет школа создала свои традиции, которые с каждым годом сохраняются и приумножаются. И главной из них, несомненно, является высокий уровень образования. Учителя по праву гордятся достижениями своих учеников. Наша школа является одной из лучших школ нашего района, так как каждый год выпускается очень много учеников. И каждый год ученики радуют нас с наградой «Алтенбелька». Очень довольны тем, что наша школа каждый год усовершенствуется. Очень много преподавателей с высшей категории. Праздник продолжился в актовом зале. Руководители Шетского района вручили школе большой подарок – денежный сертификат на развитие школы на сумму 1 миллион 700 тысяч тенге. А начальник ДВД зачитал поздравительный адрес Атакима Карагандинской области. Кроме того, к юбилею школы была презентована книга, в которой отображены все значимые страницы истории средней школы номер 131. А во дворе состоялся спортивный праздник. Ученики посвятили своей родной школе легкоатлетическую эстафету. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Впервые в Караганде в спортивном комплексе «Жастар» проходит открытый чемпионат области по художественной гимнастике. Соревнования являются отборочными перед республиканским первенством, который пройдет в Шемкенте. Более 130 юных гимнасток со всех регионов Казахстана три дня будут доказывать, что они лучшие и готовы выступать на республиканских соревнованиях. На спортивную площадку вышли сильнейшие гимнастки Казахстана, победители и призеры чемпионатов республики. Их приветствовали руководители спортивных организаций Караганды и заместитель председателя городского филиала партии «Нуратан», президент Федерации гимнастики Караганинской области Юлия Бадина. Мы вас рады приветствовать в городе Караганинске на областном соревновании по художественной гимнастике. Каждый раз на любые соревнования мы надо нас встретить. И, конечно, мы ждем от вас хороших результатов. Гимны страны подпитывают патриотические чувства спортсменов. В наши дни художественная гимнастика пользуется необычайной популярностью. С каждым днем растет число занимающихся этим красивым и зрелищным видом спорта. Карагандинцы гордятся успехами гимнасток, которые достигли высоких результатов на чемпионатах Казахстана, международных турнирах, чемпионатах Азии и мира. Успех воспитанниц Карагандинской школы, гимнастики Алины Адилхановой, Камилы Токтабековой на международной спортивной арене приумножили славу нашей страны. И сегодня подрастает целая плеяда талантливых гимнасток, которые целенаправленно шаг за шагом идут вперед к высоким спортивным достижениям. Несмотря на юный возраст, девочки уже понимают, что такое красота и грация. Дарья Батырова занимается гимнастикой 6 лет. Мама перевела ее в спортивный зал в 5-летнем возрасте. Она уже занимает призовые места в областных и республиканских соревнованиях. В четырех видах многоборья и групповых упражнениях гимнастки будут бороться за призовые места. Красота – стражная сила, но к ней ведут тернистые дороги. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok